Всего 20% от потребности в комбикормах обеспечивают отечественные заводы. 70 предприятий в стране пока работают не на полную мощность. Увеличить производство до 50% от нужного объема к 2021 году намерены в Минсельхозе. Для этого государство выдает льготные кредиты и субсидии. Ими уже воспользовался Медельбек Агибаев, житель Астаны, открыл производство и теперь поставляет комбикорм не только казахстанским фермерам, но и за рубеж. После детального изучения рынка Медельбек Агибаев решил открыть завод по производству комбикормов. Потребность в этом продукте в стране 5 миллионов тонн в год, а отечественные производители выпускают в 5 раз меньше. Мы взяли по 6% кредит и с нового года запустили комбикормов. Производительность завода 5 тонн в час. Работает 12 человек. Второй поддержкой через недавно мы уже документ все подписали, чтобы получить от Минсельхоза субсидии 20% от общей суммы. Здание завода построили на собственные средства, а вот запустить производство удалось при поддержке государства. Оборудование закупили в Беларуси. Весь процесс у нас автоматизирован. Моя работа заключается в управлении процессом. Система по заданной программе формирует состав комбикормов. Всего мы выпускаем 40 видов полезных добавок. Ассортимент самый разнообразный. Сырье заводи Безакмолинской, Алматинской, Костанайской и Павлодарской областей. Мы делаем по заказу. Это для телят от 4 дней до 2 месяцев. В данный момент мы выпускаем для лошадей, крупной рогатой скота, цепля, кроликов, перепел и для свиней. В отдаленной перспективе хозяева планируют построить собственную откормочную площадку и разводить скот. В ближайших планах увеличить производство и выйти на экспорт. Первая партия уже отправлена в Кыргызстан. Гульнара Хасан, Ирлан Наур-Избаев, Хабар-24, Астана.